МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вся правда шансона. Шансон ТВ. Здравствуйте! В эфире «Правда шансона» с вами Аня Каверина. Вся правда шансона. Музыка – это одно из наиболее популярных на сегодня направлений в искусстве. Наряду с современными музыкантами пользуются спросом у исполнителей прошлых годов и даже веков. Некоторые любители музыкального искусства почитают творчество исполнителей, которые были весьма популярны в годы их молодости, а некоторые с придыханием говорят о бессмертных творениях Баха или Бетховена. Одной из ярчайших звезд современной эстрады и по совместительству красивейшей женщиной является Ирина Аллегрова. И там шальная императрица В объятиях юных кавалеров забывают обо всем. Как будто вечно ночь будет длиться, Как будто разочарование не наступит новым днем. У кого что, у кого-то в 30 уже все уходит, у кого-то остается. Она сексуальная певица, и это замечательно, это привлекает. Должна эстрада быть красивой и привлекательной. Я исколесила нашу страну вдоль и поперек, будучи никем, ничем вызывать никак. Так, отойдите, кто там есть? Эта женщина притягивала к себе всеобщее внимание в любом возрасте. За ее плечами 15 выпущенных альбомов, Несколько сотен песен, которые стали любимыми и популярными. Не единожды Ирина Олегрова становилась лауреатом многочисленных музыкальных фестивалей и конкурсов. А совместно с ее чувственным исполнением появляются настоящие шедевры, которые не могут не заметить как критики, так и народ. Я вас люблю! Темпераментная, яркая, неповторимая Ирина Олегрова завораживает зрителей одним своим появлением. Все ее выступления красивые, яркие, запоминающиеся. Она одна из последних звезд, которые зажглись при Советском Союзе и провели через время российскую популярную песню в 21 век. Я хотела показать и выразить свою любовь к русскому хоккейу. Потому что лично мое мнение, что это можно взять за схему. За схему, каким может быть наше общество, и более того, за схему, каким может стать человек, если он трудолюбив, талантлив, вынослив, так, как это происходит в хоккее. Ты же знаешь, что я не люблю петь наверху А и О. Я знаю, да. Что будем делать? Сейчас я тоже говорю, Ира, я был прав, ты выросла в настоящую большую артистку. Я построю гарем на 400 мест, будут пальмы, фонтаны, павлины, Кандидатов мужья посажу под арест, и ревнивых, и лысых, и длинных. В 80-х мы шалели под ее песней от неожиданного гладка свободы. Вместе с ней пережили развал страны. В лихих 90-х неслись на угнанные девятки и тучи разводили руками, чтобы прибыть в новое тысячелетие со свадебными цветами. Ее песни стали частью нашей жизни. С ними мы влюблялись, выходили замуж, рожали и воспитывали детей, оплакивали несбывшиеся мечты, верили в лучшее и искали счастье. Снежинки на ресницах таяли, изочрованно читали мы Красивый незаконченный роман про любовь без весны. Для Ирины Аллегровой зритель – это главный странник ее жизни и главный герой незаконченного романа, которому она пронесла свою любовь через разноцветие лет. Ей всегда есть, что сказать своим слушателям. Я люблю замк, сколько бы тысяч не было передо мной зрителей. Это в этот момент один большой мой друг. И вот в этот момент вот эти все глаза и мои глаза, они должны слиться и говорить опять на одной волне, в одном состоянии души. Мы поздравляем Ирину Александровну с днем рождения, желаем ей женского счастья, побольше теплых солнечных дней, и оставаться такой же красивой и шикарной еще долгие-долгие годы. И, конечно же, творческих успехов. С праздником вас от всего нашего телеканала. Ура! С вами была Аня Каверина и «Вся правда шансона». Слушайте хорошую музыку, поздравляйте любимых артистов «Шансон ТВ» с днем рождения и до скорого! Вся правда шансона. Шансон ТВ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»